Доброе утро! Если 50% от фактических расходов превышает эту сумму, вам положена дополнительная компенсация. Она определяется индивидуально в зависимости от объема понесенных расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг. Расчет компенсации в данном случае гражданину Лачкову производится ежемесячно по данным от муниципального учреждения Краснокамский расчетно-кассовый центр. В ходе проверки расчета компенсации установлено, что с января 2013 года муниципальным учреждением Краснокамский расчетно-кассовый центр не предоставлял данные о понесенных расходах за холодную воду. В результате чего при расчете компенсации не были учтены данные расходы и с муниципальным учреждением Краснокамский расчетно-кассовый центр проведена сверка по начислениям на холодную воду и сделан тому гражданину перерасчет. В результате которого полагается доплата в сумме 2418 рублей 80 копеек. Указанная сумма будет предоставлена ему в феврале 2014 года. Еще успеем ответить на один вопрос. Ирина Викторовна нам его отправила. В течение поездки сломалось два чемодана, но чемоданы так и не поменяли. Должны ли они нам заменить их или компенсировать убытки? Безусловно, должны Ирина Викторовна. В данном случае потребитель обязан возместить ущерб в соответствии с статьей 14 законной защиты прав потребителей. Для этого необходимо потребителю написать поставщику услуг претензию о возмещении, значит, об безвозмездном устроении недостатков. Если же ему отказывается потребитель, обязан обратиться в стороннюю организацию, определить цену устранения этого недостатка и, соответственно, предъявить уже поставщику услуг, по чьей вине возникли эти недостатки, разницу стоимости работ, соответственно, по устранению данного недостатка. Сейчас на ваших экранах координаты, по которым можно оставить свой вопрос в рубрику. Пишите, постараемся помочь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова